Так вот она, смотри, без крыльев, Олег, убей её! Я не вижу её. Галёк я от Настюхи, а не самая. Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить чужого среди своих. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Весь совёнок стянулся на площадь. Лишь некоторые влюблённые парочки притаились в отдалённых уголках лагеря. Мой старый чёрный пиджак пустил зуд по всему телу. Удивительно, что на моём веку тема лагерей отошла на второй план. Сейчас рабочие лагеря в деле. Сюда больше не едут огромными толпами. Дети более не желают выдумывать игры на свежем воздухе, гулять, заводить друзей. Для этого уже появилась хорошая, хорошая альтернатива. Интернет. Настраивай погоду, день недели, создай своего персонажа и живи там. Плохо это или хорошо, не знаю. И не могу знать, я не родился в этом. Моё поколение отчасти успело насладиться уличными забавами. Гулянками с утра до ночи, когда родители загоняли домой силой. А что будет с последующими? А им уже, наверное, не дадут выбирать. Сиди себе в сетевой паутине и живи двойной жизнью. Голос ворчливого старого деда привёл меня на ещё одно неизученное место лагеря. Сцена под открытым небом. Зрительный ряд не совсем удобен. Например, на случай, если вдруг ливанёт дождик. Если вдруг ливанёт дождик. А вот сама эстрада была вполне себе хорошая. И на ней, кстати, кто-то сидел. Этими кем-то были две пропавшие музыкантши. Они сидели и, видимо, играли в ладушки. Горячий привет всем присутствующим от почётного члена музыкального клуба! Здорово, Олешка! Давай к нам здесь чай! Она незамедлительно спрыгнула из деревянного пола, бегло осмотрела мой костюм, что-то бормоча под нос. А затем просто затолкнула меня к сцене. Хотя уходить я совсем не хотел. Под боком у Насти стоял термос. У нас тут скучновато слегка, но вот ты пришёл, я думаю, станет веселее. Ну да, если Олег, то вот значит веселье не миновать. Я глядел костюмы моих сестёр по интересам. Мику и Настя были наряжены в роскошное платье. Подчёркивая не только очертания своего тела, но и цвет волос. Казалось, будто я бомж на Казанском вокзале, а Мику и Настя владельцы одного из поездов. Кацана вышла в открытом бирюзовом платье, из-под которого виднелись бретельки бестгальтера, нехило так привлекающие внимание. Горшкова же была противоположностью своей подруги. Явилась в невинно закрытом платье. И даже в этом одеянии её патриотизм не утихал ни на секунду. Советский герб на сердце и чёртов пионерский галстук. Даже тут, одевшись в костюм, она его так и не сняла. Видимо, этот багряный кусок ткани стоит для неё довольно много. Музыкантши застенчиво теребили волосы, как-то по-странному и изворачивались. Тихонько подхихикывали между собой, а я стоял и думал. Вот сказали, мол, будет маскарад. Схрена ли я один в костюме Ленина, как дурак? Платье чё, маскарадный костюм? С каких пор ядрить меня в полдень пор? Ну, давайте, вскрывайтесь. Кого изображаете? Я оделась, как знаменитая японская певица. Но мой образ просто возник в моей голове. Назовай его Красный Лотос. Хм, неплохое название. Ну, так что? Будешь в ладушке? Или не будешь? В ладушке? Может, ещё в чехарду поиграем, а? Или в камень-ножница-бумага? Мику мои слова пропустила мимо ушей. Настя молча и робко плеснула в кружку воды и передала мне. Запах был слегка специфичен, но очень похожий на то, что было утром. Это тот самый отвар? Девочка улыбнулась. Ага, свежий. С утра только заварила. Я бросил брезгливый и опасливый взгляд в сторону наполненной чашки. Настя нахмурилась и твёрдо проронела. Отказ от моего ферменного чая не принимается. Пей. Я был в силах бороться, но жажда буквально подчинила меня. Кружка сама перевернулась и выпилась до дна. Пусть внешний коктейль из трав выглядел не очень привлекательно, но на вкус был поистине... Поистине волшебен. Чувствовалось что-то яблочное и карамельно-лимонное. Блин, слушай, а чайок твой реально вещь. Мику ухмыльнулась и принялась за свою кружку. А Горшкова... В её глазах засияли звёздочки счастья. Она вся покрылась румянцем и смущенно уставилась в небо. Будто для хорошего дня ей не хватало только моей рецензии. Как-то странно она себя сегодня ведёт. Не по-горшковски. Итак, чем займёмся? Давайте рассказывать истории. Из жизни или страшилки? А это не одно и то же. Шутка была из раздела, сам пошутил, сам посмеялся. Правда, Настя она тоже немного развеселила. Ладно, чер, я начинаю. Ой, а раз такое дело, я кое-что принесу. Мику убежала и оставила нас с Настей вдвоём. Мне, скажу честно, стало крайне неловко. Но вот моя соседка, наоборот, приободрилась. Руками раздвинула своё маленовое коре и подсела поближе. История началась. Анастасия говорила про всё и обо всём. А я молча слушал, уткнувшись в пол. Сначала она рассказала про свою жизнь. Про дворовых хулиганов, про пение в хоре. О том про семью младшего брата, который терпеть не может, и её музыкальные интересы. Что однажды она измазюкалась, как свинья. И чтобы её не застукали, пришлось кое-как стирать вещи в канале. Что она мечтает стать великим человеком и оставить след в истории. Что умеет незаметно менять карты при раздаче. Что однажды она стреляла из винтовки Мосина, случайно подбила птицу. И после этого рыдала почти двое суток. Что один раз на велосипеде она упала в реку. Сейчас её душа вырывалась наружу. Она таратурила, словно пулемёт. Или как Мику. Её безудержный поток слов, в отличие от Хадсуна, никак меня не бесил. Даже больше, он меня интересовал. Я внимательно выслушивал каждый кусок её прошлого. Будто собирая горшковы по деталям воедино. Я слушал и думал. Какая же красочная жизнь у неё. Столько всего разного успела. А ведь житьё-бытиё только начинается. Мне это незнакомо. Вернее, может и знакомо было. Когда-то. Но всё давно зачахло в памяти из-за ненад... Ненадобности. На горизонте появилась Мику с пакетом в руках. Итак, у нас появилась собака по имени Лайка. О, а вот и Мику бежит. Всем привет, я недолго бегала. Не, мы даже не успели заметить. Заметить мы действительно не успели. Стоп. Мику, а где твой наряд? Я решила его снять. Похвасталась и хватит. Вы просто не представляете, как в нём жарко. Ой, точно, держите. Сказала она и раздала нам контейнеры. Еле тёплые и мокрые. Микуся, а что это? Да, раяки, японские блины такие. Мне папа дал это перед выездом. И сказал, накормить им своих друзей. Я, конечно, не знаком с традициями Японии. Для меня все японцы на самолётах с криками «БАНЗАЙ!» Врезаются в крейсера. Но из уст Мику это звучало так, будто отец решил травануть нас лапшой с мышьяком. В голову эта мысль пришла уже после первого укуса от блина. Так что я решил доесть порцию до конца. Помирать на голодный желудок дурной тон. Сомнения в этом... Сомнения в том, что эта пища отравлена, исчезли. Блинчики были очень вкусными и с тёплым чаем отлично сочетались. Ну как, вам нравится? Если нет, то я могу съесть за вас. Дорояки вообще одно из моих любимейших блюд. Но ещё я люблю рамен. И ещё... Мику, дай нам спокойно доесть этот шедевр. Просто пища богов. Кацана улыбнулась. А тебе, Олежек? Да, вкусно. Раз так, стоит отметить это тостом. Настя ловко наполнила наши стаканы сказочным отваром и сказала. За хорошую смену! Через три чашки я опьянел. Захотелось спать, в глазах стало слегка двоиться. А через пять кружек я переродился. Появились силы и необъяснимое желание петь. Я вскочил, безуспешно пытаясь засунуть руку в рукав пиджака. И, покачиваясь, проследовал к микрофону. Девочки развернулись в сторону сцены и начали перешёптываться. А сейчас я спою вам русскую народную вечно весеннюю! Горшкова, подхихикивая, прикрыла рот рукой, оборвала меня и, досасывая кружку, сказала. Не-не, давай лучше Любу. А я буду на подпевке. А этому легко. Чё за Люба? Понятия не имею. Будем выкручиваться. По многочисленным просьбам публики исполняется песня «Люба». Я намочил губы и запел. «Люба! Люба! Как люблю я тебя, Люба!» Девочки покатились со смехом. Настича кое-как держалась, а вот Мику кубарем улетела со сцены вниз. Атомная земля вдруг прервала свой смех и неожиданно вскрикнула, что есть мочи. Горшкова подскочила, а я само собой тут же протрезвел. «А-а-а!» «Ты чё, чего кричишь-то?» «Я чуть не подавилась!» «Вы что, не видите?» «Тут мышь летает!» Мику показала пальцем на верхушку сцена, но там никого не оказалось. «Не поверишь, таких мышей называют летучими!» «Так вот она, смотри, без крылья, Валек, убей её!» Мы с Настей даже не дёрнулись. Сидели в спокойствии и наблюдали за происходящим. «А кого убивать?» «Я не вижу её!» Горшкова засмеялась и подлила мне ещё чая. «Галёки от Настюхи?» «Они самые!» «Ты девчонок в купальниках с лучием не видишь?» Я посмотрел по сторонам. «Не, кажется, я уже привык». «Можно ли назвать меня наркоманом теперь?» «Хотят в Артемьяна шалфея и... чего-то там ещё не считается наркотическим». «Сейчас ты думаешь о том, что стал наркоманом, да?» «Я побледнел». «Ледьма!» «Видела я уже такое лицо. Уаручи». «Разве от того, что я завариваю крепкий чай, становлюсь похожа на наркоманку?» «Я скажу тебе то же, что и ему. Наркотик — это что-то, что вызывает привыкание. Будь то чай, книга, алкоголь, табак, учёба или игра на гитаре». «Всё, что... всё, от чего ты не способен, легко избавиться от твоей наркотик». «Мне очень нравится чай. Это мой наркотик». «Мне нравится музыка. Это мой наркотик». «Игорю нравится физика и кибернетика. Это его наркотик». «Ульена обожают проказы. Это её наркотик». «Лена любит книжки. Это её наркотик». «Вот так». Она кончила фразу и огорчённо отвернулась. «Видимо, девочка уже давно мучила этот вопрос». «Хм, здравомысляшь». «Серьёзно? Ты понял то, что я сказала?» «Блядь, а как тут не понять-то?» «Да, но у меня остался ещё один вопрос». «Какой глюк был у Артёма? Или он, как у Ильяны, адаптирован?» «Настя задумалась». «Была какая-то вредятина. Он говорил что-то про клонов каких-то». «Хм, киневых». «Понятно, откуда он спешит в скрытый лист». «Почему, то есть?» «Потом про какую-то систему перевоспитания. Короче, бред полнейший». «Ясно, теперь вроде как всё». «И ты согласен с тем, что я сказала?» «Полностью». «Настя улыбнулась». «Я очень ценю это». «Ну ладно». «Спасибо, что выслушал». «Мы обменялись с горшковой улыбками». «И знаете, наверное, так бы стояли смотря друг на друга, если бы не дикий крик». «Осторожно!» «Хацана зарядила мне кулаком по левой щеке. Я с грохотом рухнул на землю, потеряв равновесие от неожиданности». «Ты чё, сдурела, Мику? Что ты наделала?» «Наконец-то! Я убила эту чёртову мышь!» «Ты Олега убила, а не мышь!» «В ушах звенело, а удар был не очень сильным, но эффектным». «Песок засыпало мне лицо, а зубы заняли голосом скрипки вивальни». «Я закрыл глаза и решил немного полежать на земле». «Настя подскочила и слегка тряхнула меня за плечи». «Олежка, ты как?» «Я умер». «Твоё счастье, Микуся! С ним всё хорошо!» Голубоволосая чутка поморгала, потом обратила на меня внимание и вскрикнула. «Боже! Боже, 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 что я наделала?» «Не бошкой тут. Лёд быстрее принеси, а то шишка будет». «Держись сейчас, я мигом!» «Оборвала Мику и мигом умчалась вон». Я так один раз зеркало разбила на бегу. Как бык впечаталась в дверцу шкафчика и стекла разлетелась в дребезги. У меня открылась новая суперспособность. Я стал видеть картину мира за счёт звуков и уровня тепла. Будто Нео из третьей части Матрицы. Я слышал шелест листьев, звук цикаты и уханье совы где-то в двадцати пяти метрах от сцены. Настя жалостливо выдохнула, уселась рядом, стряхнула с моего лица насыпавшийся песок и положила мою голову себе на колени. Мммм... Её ноги были мягкими, словно перина. Я, не сопротивляясь, улёгся поудобнее и уставился в небо. В синюю лазурю, крашенную звёздным бисером и освещающие волосы девочки. Качающиеся на ветру. Поглаживая меня по голове, она тихо спросила. «Хочешь обратно домой?» «Не особо. Мне здесь нравится». «Мне тоже. Не хочу обратно». «Почему? Там же родители. Твоя сестра». «Только не сестра, а брат». «Упс, извиняюсь». Эта оговорка её совсем не обидела. «Мама часто занята работой. У отца та же беда. Все командировки до совещания. А брат?» «Брат просто пилит мне мозги. Знаю, у кого-то родных нет вообще. Но я порядком устала от этого семейного счастья. Во всяком случае, от такого». «От какого?» «От равнодушного. От наплевательского». «Здесь, в лагере, я завела много новых друзей. Нашла похожих на меня людей. Он останется в моём сердце на всю жизнь. Была бы возможность, осталась бы здесь навсегда». Я слегка сместил голову и тоже решил поддержать беседу. «Но у меня семья вполне обычная. Ничем не примечательная. Отец пашет в три горба, мать кулинарит на кухне. А сыночек наслаждается юношеской свободой. Я с родителями практически не пересекаюсь в последнее время». «Мать могу увидеть пару раз в день, за обедом. А отца встречаю в квартире по выходным». «Согласен, звучит паршиво, но так оно и есть». Настя сделала заинтересованный кивок и я продолжил. «Я здесь тоже друзьями успел обзавестись. Там дома всё было иначе. Друзья как бы были, но их как бы и не было. Скорее всего это из-за моей лёгкой замкнутости и любви побыть одному. Так легче разобраться в эмоциях и чувствах». «Одиночество хорошо в меру. Я в нём частенько чувствую себя некомфортно». «Да, тебе уж... Да, тебе-то уж любовь к одиночеству никак не припишешь». Настя самодовольно хихикнула и потыкала в мой лоб пальцем. «Ого-го, шишка-то выросла. Ну, Мику, силёнок. Побольше, чем и Лена. Но она ведь в щеку била, а не в лоб». «Больно было?» «Не». «Ну-ну. Я бы удивилась, если бы ты сказал «да». «Хотя знаешь, я бы поспорила, что ты особо не общительный». «Правда? Почему?» «Поначалу ты, конечно, был немного бокой, пришлось вытаскивать насильно. Но потом вроде как оживился. А если бы ты серьёзно был таким нелюдимым, то забился бы в угол. Подальше от всех и терпел до конца смены. А вместо этого ты лежишь у меня на коленях и не особо таки торопишься вставать». «Хм. А может, она права?» «Я действительно просто хотел создать такой образ. А на деле выгляжу совершенно иначе. Земляные вибрации вывели меня из раздумий. Японская виртуальная певица неслась с пакетом льда». «Анастасия положила мою голову на землю, а сама подскочила и взяла пакет льда у Мику». «Я закрыл глаза и пытался представить, что всё это всего лишь сон. Вот сейчас я зажмурюсь, потом открою глаза и проснусь дома. Но я никак не просыпался. Всё ещё лежу на земле». «Горшкова прижимает холодный пакет к моей голове. А Мику стоит рядом и кусает ногти». «Олеженька, ты ещё жив?» «Нет, к сожалению, душа покинула его тело. Придётся кремировать». «Мику вздрогнула». «Конечно жив, чёрт возьми!» «Анастасия легонько приложила пакетик льда к лбу и стёрла с моих глаз маленькие холодные капли». «А отчего же всё вокруг кажется сном?» «А вот отчего мы узнаем уже в следующий раз. На этом сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр и всем пока». «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена».